Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем прокачивать наш мега-безумный танк в игре под названием Мэтт Тэнк! Как вы знаете, нам удалось пройти первую локацию, и в награду за это я получил себе новый корпус. Сейчас я, пожалуй, его и разблокирую вместе с вами. Так, где это мой новый корпус? Вот он, Рэпид Стар. Отлично! Да, который корпус у меня сейчас, он тоже восхитительный, но проблема в том, что он разваливается во время битвы, и вместе с частями корпуса отваливаются пушки. Это супер неудобно, поэтому давайте попробуем что-нибудь новенькое. Хе-хе, да? Э, подождите, апгрейдить я его не хочу. Я хочу его использовать. Отлично. Так, но конструкция у него довольно странная. Во-первых, он широкий, из-за чего будет задевать врагов. Во-вторых, чё-то как-то я не знаю, как пушки туда устанавливать. Это будет странно. Ладно, давайте поставим одну пушку. Она ставится назад. Ладно, одну так. И ещё одну вот так. И получается что-то очень странное. Очень странное. Как вы видите, я ещё заработал кучу денег, и эти деньги нужно будет сегодня потратить. Так, поставлю ракеты сюда. Ракеты вот сюда. Тройничок тут. Тройничок там. И ещё остаётся место для одного тройничка. Даже все мои стволы не поместились. Но, ладно, потестим. Потестим, что это за странная вундервафля. Ээээ... Что это такое? Блин, мне не нравится этот корпус. Посмотрите, я могу стрелять только одной стороной. И даже пушки, которые постоянно крутятся, они не крутятся, они просто стреляют. Взад. Нет, ну это никуда не годится. Это отстойный корпус. Конечно, для битвы с боссами он подходит вроде как неплохо. Я смогу прицелиться и жёстко навалять кому-нибудь. Но чё-то как-то... Ну вот, смотрите, как это выглядит. Вот так я делаю. Блин, ещё попробуй прицелься. Ладно, он и так погиб. Если бы сзади стояли исключительно самонаводящиеся ракеты, может быть что-нибудь интересное и получилось. Но в таком виде мне это явно не нравится. Ладно, давайте возвращаться домой. Менять обратно корпус на мой разваливающийся. Придётся привыкать к нему. Так, ну и всё стоит. Смотрите-ка, отлично. Так, а что я могу купить себе из нового вооружения? Я могу поставить себе основную пушку какую-нибудь интересную. Например, какой-нибудь скаттер. Что это такое? Или гвайдер. Или мэттскул. Очень странное название. Или Эклипс Кэнон. Вот что я хочу поставить. Как он стреляет. А, неплохо, сплэшем. Конечно, я куплю себе Эклипс Кэнон. Давайте сразу его установим вот сюда, например. Выглядит круто. Или даже, наверное, знаете, сделаем так, чтобы в случае чего он не отвалился. Поставим сюда. Можно прикупить ещё что-нибудь, потому что у меня миллион двести. А если купить ещё один Эклипс Кэнон? Нет, давайте экспериментировать и пробовать все орудия. Например, я хочу попробовать вот этот скаттер. Как он стреляет? Тоже разрывные снаряды. Неплохо. Ну и дополнительного оружия также было бы неплохо прикупить. Майнган. Как стреляют мины? Ну, чё-то установка мин меня не впечатляет. Бензопила. Да, тоже странно. То есть она просто не будет давать противнику подойти. Бомбер. Что делает бомбер? Ну, просто бомбы. Ладно, возьмём ещё несколько хавков. Даже целых. Ага, два не куплю. Хорошо, придётся сэкономить. Хавки поставлю ещё один вот сюда. Такс. Ну и вот эту штуку давайте поставим. Скаттер. Да, танк наш становится больше похож на просто какую-то груду орудий. Ну и разумеется, давайте сменим территорию, на которой мы будем сражаться. Фух, здесь я ещё не был. Посмотрим, что она из себя представляет. Я, чтобы заработать деньги, бегал, ездил по старой территории и... Вау! Вау! Ха-ха! Сколько снарядов! И вот эта новая блазерная пушка прям вау, нечто что-то с чем-то. Если, конечно, она в кого-нибудь попадает. Но... А вот попала. Попадает она довольно редко. Зомби здесь, между прочим, отличаются. У них гораздо больше здоровья, чем было раньше. Но благодаря нашему новому лазеру, который я забыл название, всё должно быть суперкруто. Оу! Какого, спрашивается, хрена сейчас произошло? Ээээ... Это... Яд? Зомби плюются ядом? Такс. Это странно. Это действительно странно. Да, ещё неприятно, что у босса 200 тысяч хп. Да уж, с этим корпусом я далеко не уеду, если постоянно он будет разваливаться от малейшего прикосновения. Да, блин, да, это был яд. Яд болючий. Ну, не настолько, чтобы развалить танк на кусочки. Ладно, я попробую в магазине найти что-нибудь новое, что-нибудь интересное, с большим количеством слотов под пушки, но не такое... Картонное. Да, они стреляют. И, блин, зомби ещё супербыстро стреляют этим ядом. Нужно на подходе убивать зомбарей, чтобы они не могли добраться впритык к танку. И тогда всё будет хорошо. И эта пушка, если бы быстрее стреляла, было бы здорово, но она стреляет очень медленно, лазерная. Ладно, надо хотя бы одного босса убить, а дальше будет видно. Денег в любом случае я зарабатываю здесь, ну, довольно неплохо. Короче, вся надежда пока на самонаводящиеся ракеты. Они должны вносить большее количество демаджа. Если бы их было у меня четыре, самонаводящихся установки, это было бы здорово. Либо стоит просто прокачать старые, я не знаю. Ладно, давайте попробуем так как-то попадать хотя бы иногда. Редко попадает лазер, действительно, очень редко. Если повезёт, попадает. Но когда попадает, тогда происходит настоящее адское месиво. Из зомбарей, из их плоти. А боссу плевать. Да, он медленный, но чёрт, сколько можно жить? Сдохни уже, пожалуйста. Это никуда не годится. Никуда не годится. Во, на штабелях эффективно эту штуку использовать. Ай! Из-за большого количества снарядов, войд и яд я не замечаю. Да хватит плеваться-то в меня! Да чё ж во мне умеемётся-то? Пипец, такая жёсткая слюна. Я тоже себе хотел бы такую слюну. Это было бы охрененно. Можно было бы защищаться от людей, нападающих на тебя в жизни. От габарей. Просто подлетаешь, плюёшь в лицо. У него появляется в черепе дырка, вытекает мозг. И это прикольно. Почему бы и нет? Так, с одного босса мы убили. Практически убили всех зомби для появления следующего босса. Я думаю, что, блин, сражаться с ним будет бессмысленно. Я скорее сдохну. Либо от урона, либо от старости, пока этот босс умрёт. Нужно срочно что-то прокачивать в своём танке. Это никуда не годится. 400 тысяч хп. Он ещё и быстрый. Не, надо явно апгрейдить танк. На эти там танки мы каши не сварим. Хорошо, давайте посмотрим, что есть в магазине из корпусов. Что я могу себе купить. Бонбрикер. Вот Бонбрикер явно разваливаться не будет. Вообще было бы классно купить Дестроер. Посмотрите, сколько там слотов под орудия. Вау, Дестроер действительно крутой. Ну ладно, возьмём Бонбрикера. Много слотов. Должен быть эффективным этот корпус. Установим его. Двухзвёздочный к тому же. Такс. Ну, разумеется, я поставлю вот эту штуковину. Она нам пригодится. Я поставлю вот эту штуковину. И поставлю вот эту штуковину. Отлично. Далее надо поставить дополнительные пушки. Одну ракетницу сзади. Точнее, спереди две ракетницы сзади. Такс. И пару тройничков. Тут и там. О, смотрите-ка. Как раз хватило слотов под все орудия. Неплохо. Оставшиеся деньги, наверное, стоит потратить на апгрейд. Апгрейд, например, ракетниц. Пауэр плюс 70. Блин, это довольно мало. А, это тройничок, блин. Не надо же ракетницу прокачать. Вот ракетница. Хоук. Да, а, да, да, да. Это ракетница. 70 дэмэджа. Это не так уж много за такую цену, блин. Очень дорого. Действительно, очень-очень-очень дорого. Ну ладно, выбора не остается. Пару раз прокачал. Неплохо. Может быть, кулдаун будет меньше. И ракеты будут вылетать чаще. Ну что, поехали. Поехали тестировать наше новое орудие. Вот это неплохо. А почему? Эй, а почему орудия, находящиеся слева и справа, не крутятся? Это меня не устраивает. Они не крутятся. Это печально. Зато какой он быстрый. Вот чего не отнять, того не отнять. Он прям молниеносный. Посмотрите. Чж-чж-чж. Скорость света у этого танка. Шикарно. Посмотрим, насколько быстро мы справимся с боссом. Но все больше я склоняюсь в сторону использования разваливающегося корпуса. Слишком уж охрененный он. Слишком охрененный. Слишком много стволов можно установить. И все эти стволы крутятся. И это прям здорово. Но скорость, конечно, тоже помогает. И босс погибает значительно быстрее. Прям в разы. Может быть, за убийство этих боссов мне дадут какие-нибудь новые штуки. Было бы здорово. Алмазов, например. Я смогу наконец-то позволить себе новый корпус. Посмотрим. Посмотрим. Ай, было больно. Но будь и на том танке, я бы уже развалился. Действительно, я бы развалился. Зомби все равно умудряются подходить ко мне близко. Что бы я ни делал, как бы я ни ездил, какие бы орудия я ни устанавливал. Они все равно умудряются как-то подойти ко мне. Ну, чувак, ты ж не можешь ничего сделать. Да, я просто крутился. Я просто крутился. И так я буду делать и следующим боссом. Может, я его убью, потому что после убийства этого босса я заработал уже целых 100 тысяч. А эта сумма как бы охеренная. Действительно большая. А интересно, будет игра обновляться? Будут ли добавляться новые корпуса, новые орудия? Было бы здорово. Мне прям она очень нравится. Нету этого навязчивого доната. Можно без него проходить. Прям здорово. Так, что-то мне вот это вот кассетные бомбы мне не особо нравятся. Они практически никогда ни в кого не попадают. Вот эти бомбы, которые находятся у меня вот слева, справа сейчас. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А можно? А можно я буду сражаться только с боссом? Можно зомби не будут выходить, пока я бью босса? Пожалуйста, не хочется. Вон, попадают кассетные бомбы. Ну, прикольно, на самом деле. Прикольно. Но урона мало. 250 всего лишь. Нет, не можно. Не можно сражаться только с боссом. Таких, блин, как же было неприятно. Я еще и все деньги потратил, которые я оставлял на покупку очередного хаука. Хаука. Ладненько. Да, и здесь 20 волн будет пройти, ну, прям сложновато. Придется сильно заморочиться. И потратить кучу времени. Блин, даже половины не снял еще. Офигеть. Что вы делаете со мной, зомбари? Что вы делаете? Качаться, качаться, качаться и качаться. Вот единственный выход. Из этой пустыни. Только блюты, жесткий кач и прокачка своих пушек. Ну, ладно. Если сможем ускорить запуск ракет и их количество, то все будет здорово, я думаю. Ну. Вот-вот-вот-вот ты погибнешь. Что ракеты, мне кажется, совсем не туда летят. Надо было вот, наверное, вот этой стороной ездить вокруг босса. Да, блин. А, нет, не хочу погибать. Если я сейчас погибну, это будет прям вообще не очень. Не очень, не очень, не очень. Нужно было... Ай, да гребаные. Блин, уже материться хочется. От этих зомбарей. Все. Победа. Отлично. 200 тысяч дали. Здорово. 200 тысяч, а это всегда здорово. 200 тысяч, это всегда приятно. Фух. Ну, третьего, наверное, босса мы даже не убьем. У него будет, скорее всего, 600 тысяч хп. А 600 тысяч, это, по-моему, прям вау. А то и 800. Вдруг хп увеличивается каждый раз в два раза. Такое же может быть. Вполне. Вполне такое может быть. И оно, наверное, сейчас и будет. Так, еще возьми. Почему вы так далеко плюетесь? Ладно, это наша пос... Ой, красота! Это, наверное, наша последняя пачка... 600 тысяч. 600 тысяч пачка зомби. 54 хп. Ну, я держусь. Блин, а у него хп падает довольно быстро. Стремительно прям. Не знаю, что меня задело, но я, к сожалению, погиб. Лучше всего, как всегда, себя показал Хоук. Хорошо, сколько у меня денег? 774 тысячи. Неплохая цифра. Так, а тут награда какая-то, да? Давайте я возьму ее. Что нам дадут? 70 алмазов. Неплохо. Очень неплохо. Так, сможет дрона нового прикупить? Что-то у меня дрон какой-то печальный. А тут есть дрон Хоук. Да, смотрите-ка, дрон стреляющий. Это дополнительный Хоук? Всего лишь? За каких-то 150 тысяч? Конечно, я куплю его. Жаль, что можно останавливать только одного дрона. Было бы с двумя повеселее. Так, ну и что по корпусам? Ну, на новый корпус придется копить. Я бы хотел вот этого дестройера. Охрененная штука. Или скорпиона. Все остальные корпуса у меня уже есть. Конквер. Так у меня же есть конквер. Это ж мой старый, добрый, стандартный корпус. Где мой корпус? А нет, у меня другой был. Vanguard. Ну, он так себе. Такс. Такс, такс, такс. Эмм, п-п-п-п-п-п. Что я хочу сделать? Что-то я туплю. Основное оружие. Может огнемет купить? Неплохая штука. И плюс она стреляет беспрерывно. Можно офигенно с боссами справляться. Если грамотно научиться его использовать. Авторемонтная фиговина. Неплохо. Хилит по 10. Я смогу долго жить. Пигибэнг. Что такое пигибэнг? А, увеличение заработка на 20%. Ну такси. Скаттер это у нас... Что за гуидер? Это как получается? Погодите. Ага, дополнительные самонаводящиеся ракеты. За 60 алмазов звучит неплохо. Но урона маловато. 260. Зато скорость стрельбы офигительная. Да, мы, наверное, его купим. Но немножечко попозже. Мэтскул. Забавная штука. Ладно, друзья. О, Амазон Джевелин. Неплохо. Ладно, друзья. На этом мы пока с вами остановимся. Продолжим в следующий раз. Наш танк прокачивается. Деньги зарабатываются. Получили мы новый корпус. И получили новые пушки. Довольно классные. Большое спасибо за внимание. За просмотр. Если вам понравилось, вы можете поставить лайк. Большое спасибо. Будьте счастливы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok